Всем привет! Спонтанно решила начать снимать влог. На улице вроде кажется, что хорошая погода, но такой ветер! Такой ветер, что даже птички летят в одну сторону, ветер их перенаправляет. Говорят, не лети туда, лети лучше сюда. В общем, в такой день, что я решила сделать. У меня немножко, если честно, паника. Подорожала бумага у нас процентов на 40, где-то на 30 процентов. Раньше стоила бумага 4-5, сейчас она стоит 7-8. По идее, бумага в огромном количестве мне не нужна, потому что я не офисный работник. Но просто я делаю бумажные сюрпризы, и мне бумага, я думаю, понадобится. И я на запас себе купила где-то на ближайшие полтора года этого запаса будет достаточно. Формат А4, здесь 500 штук, снегурочка. Самая дорогая бумага у нас это снегурочка. Я решила взять ее. И вот такая упаковочка мне, я думаю, хватит минимум на полтора года. Поэтому пусть будет в запасе. Я хомячок, все в дом, в дом. И еще я купила тетради, 50 штук. Из них я делаю конверты для бумажных сюрпризов. Вот так вот выглядят в клетку. По идее, столько не надо. И вы знаете, я потом прочитала, что оказывается, это азербайджанское производственное. Я купила 50 штук, не знаю. Но в любом случае, думаю, понадобится. Пусть дома будет. Я как истинный паникер решила все купить. Но хорошо, что бумага вот такая вот А4. У нас не только российское производство, но еще и турецкое. Поэтому в любом случае бумага будет. Но вопрос цены вдруг еще чуть-чуть подорожает. Поэтому лучше купить и оставить. Еще давайте покажу свои запасы. Это два таких будет пакетика для бумажных сюрпризов. Посмотрите, какая красота. Ну, в общем, сейчас не об этом. Тетрадки у меня осталось. Вот столечко. Я их много никогда не покупала. Но они у меня тоже идут. Самоклеющая бумага. Вот так вот она у меня выглядит. Вот Турция производства. Вроде как она не подорожала. Я покупать не стала, потому что у меня еще есть целая упаковочка. После открытия моего канала я еще ни одну не закончила. Вот такую. И вот столько у меня А4 обычного. Этот А4 я покупала еще, когда училась в универе. Когда мы делали доклады, рефераты. И вот с тех пор, еще полгода у меня канала, у меня вот все это лежит. Поэтому особой такой надобности в бумаге у меня нет. Но все равно на запас решила купить. Твиксик ужас капризничает. Прикиньте, я ему купила нормальный корм. Прям жидкий, в баночках. Вроде все хвалили в комментариях. А он не ест. А он постует. Не хочет. Только сухой кушает. И тот тоже не особо. Чего с аппетитом у него. А я эту баночку, получается, открыла. И если ее так оставить, то она испортится. Поэтому я решила отнести к брату. У него там тоже две кошечки. Пусть они хотя бы кушают. И заодно жена брата первана сказала принеси свою фрезу. Сейчас будем делать ей коррекцию. Вот в таком виде я спускаюсь вниз. Хорошо, что брат живет в соседнем здании. Поэтому я охота наряжаться. Что-то такое красивое одевать. Поэтому я вот так вот. И в этих кроссовках Шейна. Слай, 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 слай. Я блутальный мальчик. Блутальный. Я вам еще всем покажу. Покажу. На его миниатюрные ручки. Коррекцию мы будем делать с первальной фрезой. У нее с красной насечкой. И моим аппаратом. Мы сняли покрытие. Я вам забыла показать результат до. Не совсем до конца сняли. Сейчас еще чуть-чуть осталось. Сейчас будем делать маникюрчик. И ноготочки. Да, я пришла уже домой. Забыла вам показать результат. Но в принципе там ничего особенного. Обычные однотонные ноготочки. Так что невелика потеря. Пришла домой. Начала прибираться. Наводить в порядок. Раскладывать свои сумочки. Я обнаружила, что сумок у меня не так уж и много. Если так посмотреть. Всего-то где-то 10 сумок. А это значит, что Айка может себе позволить заказать еще одну сумочку. Я, кстати, Шейн ни разу не заказывала сумки. И очень хочу попробовать. Но купить не супер дешевую, а какой-то середнячок. Ну посмотрим. Есть одна модель, которая мне очень понравилась. Хотя нет. Давайте вам покажу, какая именно. Возможно, вы заказывали. И поделитесь опытом. Вот эта красота мне приглянулась. Мне она очень нравится. И по размерам. И по всем параметрам. И стоит она всего 11 долларов. Если честно, не могу поверить, что за 11 долларов придет что-то такое качественное. Вот эта розовая вообще класс. Еще мне вот эта нравится. Прям супер. Хотя девчонки мне в последнее время пишут, что у них цены значительно отличаются. Ну вот, у меня здесь 11 долларов показано. Вроде как сумка-пушка. Как думаете, заказывать или нет? Пишите в комментариях. А еще мне нравится вот эта малютка. Она стоит 18 долларов. Плюс мой промокод минус 15%. Думаю, будет нормально. Но она совсем маленькая. Но ничего, на лето самое то. Я думаю, тут тоже разные цвета есть. В общем, не знаю, стоит ли заказывать или нет. Обычно с таких сайтов сумки приходят не очень. Но и по цене, понятное дело, что она не супер качественная. Но попробовать все-таки надо. Пишите, стоит заказывать или нет. Вы заказывали Шейн? Оставались довольны? Я, например, обувь заказывала и была совершенно недовольна. То есть, летние какие-то шлепанцы. Все очень быстро порвалось, испортилось. Ну, кроссовки норм, конечно. Но летние обувь не советую. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Только что проснулась. Время 11. Это для меня очень поздно. Я все пытаюсь восстановить свой режим. Но никак не получается. Мне постоянно хочется спать. Не только мне, кстати. Вот ему тоже постоянно хочется спать. Сейчас он спит на моей ноге. А так он продолжает спать столько же, сколько сплю я. Ну, в общем, хочется лечь и не вставать. Еще где-то дня три. Пипецко хочется спать. Вот летом мне настолько спать не хочется, как зимой. Твикс. Твикс. Может, я что-то не понимаю, но неужели все удобно вот так вот лежать? Погода уже с каждым днем становится все лучше и лучше. Поэтому я решила сделать себе педитер. Потому что скоро нужно ходить в открытой обуви. И никак не могу лишиться, какой цвет сделать. Но точно буду использовать в этот раз поталь, которую заказала Шейн. Здесь ее так много, что хватит на полжизни. В общем, что-то придумаю. Я прям вот так вот на полу делала. Правда, это промежуточный результат. Пока что у нас готов вот этот вот пальчик. Здесь я использовала поталь. Вот этот пальчик у нас готов, а эти еще нет. Только один слой нанесла, тоненький. И до. До были вот такие ноготочки. И после вот такая красота. Мне очень нравится. Супер. Вот, кстати, здесь на большом пальчике я использовала эту поталь. Ее настолько много, посмотрите. Прям вот крошечки было достаточно. Вот, очень экономично и красиво смотрится. Правда, видео не передает полную красоту. Но закончу, обязательно вам покажу. На все при все я потратила всего час своего драгоценного времени. И вот такая красота у меня получилась. Это у нас поталь. Обычный красный гель-лак от Jeff. Недорогой, совершенно стоит 3 копейки. И вот такая красота на все лето у меня получилась. В работе я использовала вот эту вот кисточку, которую недавно покупала на сайте Shane. Там был наборчик, она просто идеальная. Вытерла кисточку и все, в набор убираем. И еще хотелось бы пару слов сказать про поталь. Она настолько проста в применении, что это прям делать нечего. В общем, все легко и просто. Самое главное, быстро, никуда ходить не надо. Если бы я пошла в салон, минимум час я бы потратила на дорогу, туда и обратно, еще и наряжаться. А тут все дома быстро. Мои хорошие, вы просили меня показать, как я делаю кофе с пенкой. Все очень просто, проще, чем вам казалось. Берем обычный кофе. Одну ложечку. Правда у нас ложка совсем маленькая, я маме набор дарила. Там ложки вообще очень миниатюрные. Можно даже полтора. Вот так. Две ложки сахара, песок. В нынешнее время сахар это роскошь. Так что шикуем. Посмотрите, что осталось от мороженого. Мам, куда это делось? Не знаю. Триксель. Этот человек вот сейчас кушает гречку, типа она на диете. А то, что ты 2 килограмма мороженого съела за час, ничего. Отстань. Ладно, не будем отвлекаться. Кипяточек. Не до конца. Берем мороженое. И вот так вот сверху. И образуется обалденная пена. И очень вкусно. Так. Рай, просто рай. И вот такой обалденный кофе у меня получился. Посмотрите, какой он красивый. И в то же время очень вкусный. Это прям нечто. Красота. Мам, сделала тебе такой кофе? Нет. Она на диете. Все свои дела сделала. Можно позволить себе покушать. Сегодня у нас роллы, чечевичный суп и грудинка, приготовленная в виде наггетсов. Обожаю. Я решила снять, как я кушаю. Хотя у меня мама, кстати, сделала мне замечание. Она говорит, во влогах ты ешь. Теперь на стримах в прямых эфирах тоже планируешь кушать. Во влогах тоже ешь. Разбавь как-то свой контент. Я ей сказала, что я подумаю и что-то придумаю обязательно. В общем, на этом я хочу уже потихоньку закругляться. Спасибо огромное, что досмотрели этот влог до конца. Если вы хотите, чтобы я часто снимала влоги, обязательно пишите об этом в комментариях. Потому что комментарии я по возможности стараюсь все читать. Я вас всех очень сильно люблю. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока!